Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеев У нас сегодня в Развороте двое гостей Это руководитель организаторов рижского марафона ТЭД Айгар Норц Здравствуйте Здравствуйте И директор проекта Латвия Залия из пункт, зеленый пункт, Каспар Закули Здравствуйте Добрый день Да, многие, наверное, сразу спросят, какая связь между этими двумя темами Почему у нас два гостя, казалось бы, по совершенно разным темам Все дело в том, что 18-19 мая в Риге пройдет уже традиционно 29-й, да, это будет? Да 29-й рижский марафон Он называется рижский марафон ТЭД Потому что главный спонсор Влад Телеком сменил название на ТЭД Об этом мы тоже сообщали И в этом году впервые на рижском марафоне будет особый зеленый пункт Это такой вот пункт, который дружественной окружающей среде И за вот эту вот часть, небольшую, но значимую Рижского марафона отвечает, собственно, Латвия Залия из пункт Кстати, Залия из пункт, как это? Это как предприятие или как проект? Как это правильно? Это предприятие, конечно Предприятие, Латвия Залия из пункт Ну вот об этом мы сегодня поговорим Что за зеленый пункт? Давайте начнем с этого Расскажите в двух словах А, я думал, что сначала Айго расскажет, что такое марафон Ну хорошо, конечно, большое спасибо Айгору, что он дал нам возможность То есть пригласил участвовать в каком-то мере То есть инициатором был рижский марафон Ну конечно, они уже 29 лет уже бегают Мы только первый год будем участвовать Потому что те, которые бегают Они, конечно, дружны к окружающей среде Ну сначала к себе, конечно, к своему здоровью Но я думаю, что в основном тоже к окружающей среде И я помню, в пятницу Айгор нам показывал эти фотографии Фотографии с Рижского маратона Что творится в тех местах, где люди пьют и кушают Да, я сам замечательно знаю Да, потому что одно дело, когда ты бежишь Ну так, может быть, не замечаешь А когда сидишь, вот так смотришь на эти фотографии И видишь эти горы Горы этих пластмассовых стаканчиков И задумываешься, ну а почему так? Ну а может быть нужно что-то по-другому делать И такое было предложение со стороны Айгорса Может быть нужно это посмотреть по-другому Что можно делать по-другому И чем мы можем быть первыми в мире И у нас тогда вместе, скажем так, родилась идея Как можно употреблять эти напитки И то, что можно еще кушать И чтобы это было как лучше для окружающей среде Ну вот вопрос, то есть с вашей точки зрения Неправильным является то, из какого материала Сделаны условно стаканчики Или то, как люди с ними поступают Что они их бросают Или то и другое Ну это слишком узкий круг, как вы смотрите Нужно смотреть на это, ну пошире глобально Не только, как и стаканчики Но и все это взять и вместе посмотреть Я просто сразу возникает вот насчет Ну насколько я понял В этой палатке будет предусмотрена Так, палатка по порядку просто Палатка будет расположена у Национального художественного музея Здесь же, рядышком Где, собственно, все маршруты марафона Они проходят через это место А палатка будет выглядеть как? Это не так, как палатка Это будет как пункт Будет использованы дружелюбные материалы для природы То есть и будет дерево, и будут зеленые растения Во-первых, мы будем использовать эти большие объемы Ну не цистерны, я не знаю, как по-русски сказать Цистерны, наверное, да Да, цистерны То есть воду в стаканчиках не будем наливать из бутылок А будем из больших цистернов наливать Это раз Второе, стаканчики будут из картона То есть они будут прорабатываемы И в-третьих, то, что самое главное У людей, которые используют этот стаканчик Будет возможность выбросить стаканчик В сортировочный контейнер Это, конечно, трудно, когда ты бежишь Я хотел спросить Я просто, ну, я сам участвую и участвую в марафоне В том числе, вот, уже не первый год Плохо себе физически это представляю То есть мне всегда казалось, что бегуны бросают стаканчики Не потому, что они недружественны к природе А просто как-то сделают Возникнет давка Люди бегут, они не могут остановиться А тут еще речь идет о какой-то сортировке То есть он должен понять, в какой контейнер бросать Ну тогда это Айгар расскажет в своей миссии Это будет намного попроще, мне кажется Чем звучит, да Потому что Вообще то, что мы стараемся здесь достичь Просто показать себе И спортсменам тоже, что Нужно думать о том, как мы Еще раз используем какие-то материалы Потому что в мире вообще марафоны То есть как будто очень-то зеленые мероприятия Да, потому что в те дни никакие вообще машины не едет в Риге Ну это спорт Да, и так и иначе Но в принципе это очень-очень большое мероприятие Если взять там 40 тысяч участников, в общем-то Да, и конечно мы генерируем какую-то часть мусора Это нормально Ну конечно мы справляемся с этим мусором Да, и все После себя всегда все убираем Но в любом случае Вот мы додумались Начнем с этим маленьким пилотным проектом Таким, да, чтобы люди попробовали Как это есть То есть первая часть Даже если ты бросил этот Ну это будет То есть маленькая чашка Из бумаги, например Это одно дело И потом другое Если, например, там оставить Какие-то остатки из бананов Или там из, например, из желе Например, да То есть всем весь мусор Чтобы Постараемся рассказать им Эй, подумаем о том Может быть выброси это В тот контейнер, где его надо выбросить То есть это в хорошем смысле Такая пропагандистская история Да, пропагандистская история Вот давай начнем с первого Такого одного пункта Посмотрим, как нам идет Все, может быть, задумаются Все И может быть в следующие годы Все будет уже бросать В контейнере Мы, конечно, не наивны Мы понимаем Как вы, например Вы бегаете тоже Ну привыкли Каким-то образом Можете бросать и на там Ну знаете, что Мы подключимся А потом все берем Да Это нормально Но вот постараемся Первый раз Может быть это выйдет Посмотрим, как это будет работать И может быть в следующие годы Мы сможем сделать Такие пункты По всей трассе, например И тогда уже Мы сможем говорить О, например, очень Таком уже Большом движении То есть Ну начнем с каким-то маленьким Потом посмотрим Как это будет идти Просто эти урны Ну они будут около Этого зеленого пункта Потому что Я просто, например, видел Когда в Нидерландах Это велосипедная держава И у них очень интересно Сделаны мусорники Они направлены То есть не горизонтально А немножко Тебе Чтобы ты мог И похоже на баскетбольную корзину Ты вот так просто Закидываешь Может быть Нечто подобное Нужно и на марафоне Нет, очень хорошая мысль Кстати, ну конечно С велосипедом Ты очень быстро Перемещаешь Другая скорость Другая скорость Но здесь, конечно Все пункты Если вы бегали В марафоне Вы знаете Это уже 200 метров Например Весь пункт То есть там много-много Стульей То есть В одном участке Это может быть До 30 тысяч Стаканчиков Потому что Участников много Который будет брать Один стаканчик Или два То есть пункт Большой Длинный То есть И все эти контейнеры Будут уже В самом окончании Чтобы ты смог Спокойно Выпить свой стаканчик И потом его выбросить Сюда Когда ты уже Закончил Выпивать воду Вот если на секунду Отлечься На Каспора Надо спросить У многих Может Людей Которые Вот за Зеленое мышление У них может возникнуть Вопрос Где такие уникальные Материалы Скажем так Точнее вещи Из этих материалов Стаканчики Вне марафона Вообще Можно Добыть Ну я скажу так Это не уникальный Потому что Стаканчики Из картона Это ничего нового Если мы вспомним Например Советские времена Можно было купить Мороженое Которое там Ложили порции Они были из картона Так что Это ничего нового Но купить Куда кофе наливают Такие примерно Или кофе Да Потому что Какое-то Небольшое время Этот картон Держит Если это горячая Или холодная И воду держит Да Потому что Ну как это Например В магазинах же есть Молоко Кефир Тоже в картоне же Продается В картонной упаковке Ну немножко специальная Там Глянцевая Есть То есть эта упаковка Она вполне себе Дружественная Да Да Но самое главное То что упаковку То что мы соберем После марафона Эта картонная упаковка Пойдет на полигон Но специальное Такое место Как Биошуна Это будет Там где захороняются Биоотходы И будет получаться Получим газ То есть газ Потом газ превращается Превращаем через мотор в энергию Там будет электричество И будет Это у нас традиционно После переработки Насколько я понимаю Добыча газа Да А вот в заявке По поводу этого проекта Сказано Что вот весь этот Зеленый пункт Он нацелен на то Чтобы понятно Способствовать зеленому мышлению Мы это уже сказали И также там говорится Что он должен способствовать Тому чтобы Рижский марафон Стал одним из наиболее Долгосрочных На международном уровне Да Вот тут какая связь Связь вот такая Потому что в мире Ну то есть Движение марафонов Уже ну сколько 30-40 лет Где-то так Да То есть везде Все бегают Но если так посмотреть Глобально Тогда нет очень-то Много марафонов Которые очень так Громко в этом Говорили бы И начинали бы С этой проблемой Что-то делать Да То есть Ну вот сейчас Мы видим Что есть некоторые Очень хорошие примеры Вот в этом году Например Лондонский марафон Да Там Чикаго Что-то начинает делать То есть Самые-самые большие И мы видим Что тоже Мы можем быть Одними из первых Марафонов Вообще в мире Которые начинают Серьезно об этом думать Да Поэтому и начали В этом году Как и говорил С маленьким проектом И посмотрим Как это развивать В будущем Потому что Пятиводы Ну то есть Ну то есть Эти все Пункты в трассе Это только одна вещь Да То есть Маратон же Производит и медали И номера И не знаю Буклеты Для участников Там 30 тысяч И так далее И сумочки Вдают Зеленые И там настолько Много разных нюансов Есть Как сделать Весь этот проект Намного Намного Дружнее Да То есть И все это Сейчас тоже происходит Сумочек и медали Сейчас в этом году нет Сейчас мы начинаем Только с этим маленьким пунктом Но мы будем думать Будущем Вот сделать реально Такой план Который бы делал Не только Вот фасад построить Зеленые Но реально Придумать Как все части Марафона Как они Идут Целый цикл Который был бы Очень дружным Для природы А Заль Если по-моему До этого Уже Подобные Скажем так Компании Осуществлял Сотрудничал С другими Какими-то Крупными Такими Общественными Мероприятиями Или это первый По-моему В таком мере Нет Что было Вот такая Да Ну То что Относится К сохранению Окружающей среды Там очень много Проектов У нас разные Были Но вот так Вот с марафоном Да Я сейчас задумался А может быть Эти медали Нужно делать Из желе Пять минут Порадовался Потом сел Ну вот например Шоколадные Шоколадные Получил Сел Главное В морозильнике Хватило места Поставил инстаграм И все Я так понимаю Что в рамках Вот этой компании Один из бегунов Янис Вишкерс Рассказывал Вот из чего По пунктам Может состоять Как это Инструкция Для идеального Зеленого бегуна И там были Такие вещи Вот как он Выбросить Сортировать Использовать Не пластиковую бутылку А многоразовую Вот какой-то А что еще там Ну я скажу Например Наша филозофия Не нужно Бороться С последствиями Мы очень Это умеем делать Хорошо Но нужно Сначала Посмотреть Первоначальное То есть Побежали По лесу Ну берем С собой Не одноразовую Пластмассовую бутылку А берем Многократную Бутылку Свою какую-то Да Налили воду Из крана Ну должна быть Чистая вода И с этой бутылкой Побежали Это уже начало Совсем элементарная вещь Да Да Я не знаю Сколько бегунов Используют Повторные Используют Те, которые бегают Уже регулярно У меня же спортивные Понятия Спортивные этой бутылки Они брендовые Если у тебя нет Одноразовой бутылки Ну и не нужно контейнер Потому что Ну побежал ты в лесу Ну поставили мне там контейнер Кто-то же должен Тогда ехать Убирать Вот этот контейнер Не нужно Мусорить Тогда и не нужно Будет ничего собирать Ну одно дело Одно дело Именно А еще То есть Ну например Очень интересная вещь То что сейчас Тоже в мире Начинается Вот Ну где ты Кладешь Свои старые обуви Свои старые обуви Вот Это еще один То что будет На вас Не старые обуви Ну то есть Функционирующая обувь Ну например Ну например Но ты ее не Не испорченная Ну не испорченная Ну уже старые Ты уже от нее Отказаться Ну кто-то другой Еще с ней Можно Можем отбегать Еще марафон Или еще Несколько сотен Километров Еще можно бегать Да Так что Ее можно тоже Отдать Например И Такой фонд Чтобы другие Тоже смогли С этими туфлями Еще бегать Ну потому что В такой мере Мы тоже можем Часть мусора Ну до минимума Поставить Да Будет открыт Пункт же Да Правильно Когда будешь Брать этот номер Тогда там можно Оставить свои туфли Потому что я слышал Что иногда Спортсмены Ну такие Большие Спортсмены Они покупают Уже 2-3-4 пары Сразу Оба Ну конечно Первую сносили Вторую Третью А четвертую осталась Потому что вышла Новая модель А ему осталось Вот это Ну Ну например Я не знаю Есть так или нет Также в мире Тоже есть традиция Например На старте Нью-Йоркского Марафона Потому что у них Марафон в ноябре Когда уже холодно Например Ты приходишь С каким-то Свитером Например Или с кофтой Которая уже старая Но потом ты собираешь Выбросить И так они и делают Они выбрасывают На старте Все свои старые кофты Потом они все Собираются И идет Или Потом их Специально Для этого Потом рассертируют Работники И Некоторые Идут на магазины Еще раз Чтобы продаваться Некоторые Идут на То есть На благотворительность Например И потом И некоторая часть Сюжетом Перерабатывается Тоже Очень большой Объем Если подумать 40 тысяч человек Например Бегают И каждый Оставляет свою кофту Если они бы выбросили Это одна куча мусора Если они Перерабатываются Это все А в Нью-Йорке 40 тысяч бегает? В Нью-Йорке Меньше чем у нас Надо иметь ввиду Конечно Что в Нью-Йорке Это только Марафонская дистанция То есть У них Не имеется Ни 6 Или 10 Это самый популярный Сейчас мы прервемся Коротко Новости рекламы И через несколько минут Продолжим Оставайтесь с нами Продолжается разворот Еще раз Представлю Наших сегодняшних гостей Это глава организаторов Рижского марафона ТЭД Айгар Нортс И глава Предприятия Латвия Заля из пункции Каспар Закулес Но вот такой Здравствуйте Еще раз Чуть-чуть Провокационный вопрос Может быть задам Вот вы сотрудничаете А вы Лично и персонально Вот Каспар Вы бегаете? Я знал Айгар Вы Сортируете? Да Окей Хорошо Я первый отвечу В школе Я ходил В спортивном классе Между прочим Мы ходили В одной школе В одной школе В виде спорта Я плаваю И еду на велосипеде И на лыжах тоже Хожу Потому что Ну вот Насчет бегания У меня Ну Я думаю Что немножко Все-таки Это Есть какая-то Травма Для позвоночника А потому Я плаваю Просто Ну Есть же Очень распространено На марафоне Такие корпоративные Забеги Когда люди Там Ну В одинаковой Какой-то Форме Вот Зались Пункции Даже может быть без вас Если вы не бегаете Наверное У нас есть Команда 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 будет Да Команда будет Да Ну Ну Я и бегаю И сортирую Потому что Ну Да Ну Кому Могу быть Откровенным Это моя жена Это Ну Как будто Меня На это Направило То есть Несколько лет назад Потому что Она была Та Которая начала Давай будем Сортировать Вся семья Вот Там будет Пластмасс Вот здесь Вот здесь Нормальный мусор Да Здесь стекло И так далее Все сначала думали Что Почему Когда И думаю Тоже такая же Самая реакция Как у множества Латвийских семей Наверное Но сейчас Как это У нас Три мусорника Дома Все нормально Это воспринимают Стекло здесь То есть Винные бутылки сюда То есть Все остальное А вы какую На секретную дистанцию Побежите Я в своем марафоне Знаете Как это Ты не можешь Организировать И бегать вместе Первые два года Я так старался Совместить С седьмым Седьмом Восьмом Восьмом Году А сейчас Нет Это просто Невозможно Но Вообще-то Марафон Бегой То есть Полный В последний год был Берлин И сейчас На Чикаго Собираюсь Отметить 20 лет С моего Первого марафона Который был В Чикаго В 99-м году Именно 42 Да Отличный Послужной список В этом году Еще одна из новых Больших новостей Марафона Это то Что он получил Золотой статус Так называемый Тоже В двух словах Что это дало Марафона Ну кроме того Что Простите Но То что Он подорожало Подорожало Участие Ну подорожало Очень символически Да Но в принципе Да То есть Если В двух словах Да В мире Вообще-то Это все движение Марафона И бега Ну точно Началось Где-то В 80-х годах Да То есть Первый такой бум Был В Соединенных Штатах Потом Европа Потом Наша часть Европы Потом Азия Сейчас Да И где-то В окончании 2000 года 2007 2008 Международная Федерация Легкоатлетики Она Подумала Давайте сделаем Какие-то стандарты Чтобы все понимали И сделаем Категоризацию Всех Забегов Чтобы все знали Ну Кто самый Налучший Забег в мире Они сделали Категории Бронзы Серебро И золото И Начиная С 2012 Года У нас уже Бронзовый Бронзовый статус Да И сейчас Мы решили Почему бы И не получить Золотой Потому что Мы очень чувствуем Что вот этот статус Он не только Дает такой Взрыв В местной Культуре бега Да Но И он Поставляет Ригу На той же карте Очень Очень хорошо На международной Карте Марафонов Потому что Мы чувствуем Что интерес Из международных Бегунов То есть Марафонских Туристов Как их называют Да То есть Очень-очень большой Мы ожидаем В этом году В Риге Где-то 5000 Участников Из-за рубежа И где-то Ну вообще-то Где-то 10 тысяч Гостей Потому что Каждый из них Тоже приезжает Вместе И сейчас В мире Является Где-то 36 Золотых Марафонов Вообще 36 Не так много Совсем немного И в Европе Только 12 То есть В Европе Например А в Восточной И Северной И Северной И Северной И Северной И Северной Да В Северной И Европе Мы Единственные Только Рига А в Восточной Если брать Ну например Ну там есть Конечно Париж Лондон Это Запад А вот Чехия Словакия Чехия Прага Прага То есть Очень-очень Хороший Марафон В Авции Вина То есть Вена И в принципе 12 марафонов То есть Это все То есть Франкфурт В Испании Три марафона А какие Условия Вот выставляет Федерация Что нужно было за год Вот кардинально Изменить Изменить Марафоны Кстати Вот эта вот Зеленая история Она не являлась Частью Кстати Вот именно Вот такие зеленые Идеи Не являются Еще Но я просто Думаю Что это реально Будет Все Будущем Это будет Это должен быть Одним из критериев Потому что я просто Не выжил Никакого Другого Развития Пути развития Да Ну сейчас Является Да Организация Инфраструктуры Трассы Как организация То есть Все Как она Размеряется Потом Например То что Насчет Медицины Насчет Дрожь Безопасность Безопасность Да Всех Участников Да Потом Все эти услуги Которые Предоставляются Участникам И Болельщикам Тоже Да Потом И конечно Спортивный уровень Всех тех Спортивных звезд Которые Приезжают Приезжала Рекордсменка Пола Редклифф Насколько я понимаю Да Она приезжала Чтобы открывать Это весь сезон И например Сейчас Рига Уже достигла Вот этот уровень Золотой Например И Елена Прокопчук Например До сих пор Она должна была Бегать Например В Нью-Йорке Сейчас она Может бегать В Риге Она будет бежать У нее же декретный Отпуск был Да У нее был Отпуск Но у нас Сейчас тренируется И в мае Будет бегать Именно 42 километра Возвращение Первый раз Мы сможем Риге ее увидеть В классической дистанции А действующая рекордсменка Пола Редклифф Пробежала за 2.15 Ну и 25 секунд Это вообще Какой-то космос Это 2003 год И до сих пор держится Да Именно А медицинская Вот вы упомянули История Что подразумевается То есть вообще Какие и пожелания И слэш Требования Может быть Потому что Ну К сожалению Вспоминается 2015 год Когда вот был Несчастный случай С умершим Молодым человеком 25-летним Да Как это происходит В принципе Это то что мы делаем И конечно Даем всем советы Ну то есть Типа Есть В зависимости от погоды Например Да если очень жаркая погода Как себя тогда вести Например Да если очень холодная погода Как себя тогда вести В принципе у нас В течение всей трассы То есть есть Очень много пунктов Где дежурит Медицинская помощь Потом есть То есть Между каждым Пунктом энергии То есть Например Есть дежурные Которые Смотрят Чтобы трассе Все было хорошо То есть Любой Может Любое время Позвольствовать 1-1-3 Если что-то случается И конечно В финише Мы всегда тоже Делаем Мониторинг ситуации Чтобы видеть Кому-то плохо Или кому-то Что-то не так То есть У нас целая бригада Которая уже Многие-многие Года работает Чтобы вот такие случаи Посмотреть Но в принципе Мы всегда Ну то есть Спрашиваем Чтобы люди Увели себя Ну прилично В смысле того Чтобы бегали с головой А не только с ногами Да Чтобы думали Да То есть Если жарко Давайте не будем ставить рекорды Сегодня То есть Ну расслабляемся Отдыхаем Да Отдыхаем Марафон будет в следующем году А здоровье На первом месте Ну еще Про марафон Пару вопросов Кстати по количеству участников В прошлом году Их было Тридцать с половиной Примерно Тысяч Это был рекордный Показатель Это был рекордный Но в связи с этим Золотым статусом Ожидается Что в этом году Есть же какие-то прогнозы Да Мы ожидаем Что увеличится Число участников В марафоне Точно В полумарафоне Точно То есть В больших дистанциях Да И то что мы ожидаем Что увеличится Число Иностранцев То есть Намного То есть Маленькие дистанции Думаю Примерно Такие же останутся Но при этом Неизменно Победителями По крайней мере В мужской дисциплине Это представители Африканских стран Правильно я понимаю? Конечно Для них это получается Такое уже Совмещение приятного С полезным То есть Для них Бизнесом это не назовешь Но они приезжают Это для них работа Работа Это В принципе То есть У нас является Один процент Всех бегунов Это профессиональные бегуны То есть Те которые участвуют Вместе с элитой Это же профессиональные бегуны Это как раз Представители Фиопии Кении Не только Белоруссии И например Ну я про победителя говорю Часто просто Ну да Ну в женском В женском например Марафоне Не всегда А литовка на полумарафоне победила? Было да Литовка на полумарафоне победила Да То есть И на марафоне Например В этом году Будет очень-очень Такие Хорошие спортсмены Не только из Африки Но тоже из Европы А призовые как-то увеличились Было 75 тысяч В целом Общий фонд Да Сейчас в этом году Будет 125 тысяч Ну это потому что Мы должны Привляться Крикории Очень качественные То есть Качественных бегунов Да То есть Все которые уже были Например На пьедосталах Других мировых марафонов Да Вопрос который Часто приходится Слышать от участников Не могу не передать Скажем так Почему не меняется Уже из года в год Ну существенно Не меняется маршрут Забегов Очень многие бегают 5-10 километров Но последние 5 лет Это примерно Даже по сути Один и тот же маршрут Не было каких-то мыслей Вот по поводу Изменения маршрута Мы кстати думаем Например На марафон И полумарафон В прошлом году Изменили Мосты подключили Еще два моста Два моста даже Подключили И трасса стала Мне кажется Очень интересная А на счет десятки И 6 километров Да Она сейчас осталась Мне кажется Последние 4 года Была та же самая Изменить трассу И чтобы она осталась В центре И до сих пор Была интересная Там нет Настолько уже Много вариантов Как ее сделать Чтобы она проходила По центру И 6 километров И было всем интересно Не только с точки зрения Участников Но тоже с точки зрения Города Чтобы все не перекрыть И так далее Так что мы думали Насчет того Чтобы в следующем году В следующих годах Изменить Но еще не в этом В этом году все В этом все постарше И шестерка И шестерка И десятка Будет такая же Как в прошлом году Хорошо Каспар Давайте К вам Мы в этом Засмешали уже немного По поводу сортировки Тоже есть отдельные вопросы Вот в частности Вы по-моему не раз Ну и недавно В частности Тоже отмечали Что вообще С сортировкой мусора Дела хорошо обстоят В регионах Плохо в Риге Хуже всего Да Как так происходит Казалось бы Столица Это наоборот Вот вместо прогресса И какой-то мысли Которая идет вперед Вы как-то объясняете Вообще Почему Хуже всего В столице с этим Ну я не буду говорить Что Что плохо Потому что По факту Хуже всего Ну по факту Да Потому что Да Там где больше народу Меньше кислороду Есть такая поговорка Да Но я знаю Что Я думаю Что в осенью Закроется конкурс То есть Завершится конкурс То что Объявила Рига Там будет Один оператор На 20 лет Я знаю Что там будет Очень Очень много Сортировочных Контейнеров В принципе Каждый дом Получит Сортировочный Карт Вне зависимости Сейчас как происходит Сейчас дом Сам должен Проявить инициативу Ну Всегда Люди должны Сами Провести Эту инициативу Потому что Ну Там будет Уже Обязательным Образом Это будет Ну Показано Потому что Это конкурс 20 лет И тогда уже Предприниматели Которые выигрывают Этого конкурса Они знают Условия этого Конкурса И должны Будут Выставляться Не только Контейнеры Но то что В Риге Например Нету Эти сортировочные Ну не площадки Уже Ну такие Специальные места Где я могу Отвезти И старые шины Покрышки То есть И мебель Про шины Есть ведь Про крупные Говоритные Покрышки Сейчас в Риге Это очень Большая проблема Потому что Если мы берем Другие города Латвии Есть сортировочные Плошадки Где я могу Отвезти В Риге Это до сих пор Большая проблема Под Ригой Ведь есть Вы сами объявляли Даже Какие-то Поощряющие призы Насколько я понимаю Да Улица Гетленю 5 Но это не в Риге Это Стопеню Под Ригой Да Но в самой Риге К сожалению До сих пор Не нашли места Или Может быть И желания Были другие Приоритеты Но если Вот в двух словах Я знаю Наверняка Говорите об этом Каждый месяц Словно говоря Но я думаю Что есть смысл Повторять это постоянно Вот если коротко Оптимальный Формат сортировки Сколько урн Там и все вот это И главное Ну их много Этих стереотипов Но вот один из таких Центральных Это я сортирую Выбрасываю А потом все равно Все смешивается И смысла моей сортировки Никого нет Ну видите Если люди Не хотят Что-то делать Найдутся 10 разных аргументов Те которые сортируют Наверное Найдут возможности Подойти к этому шоферу Если ты увидел Что-то Что-то Ну вместе собирается Как-то Я не спросил А почему ты Попасть еще на шофера Это же происходит Очень часто Мы умеем Очень хорошо снимать Все на телефоне Когда я говорю А вы подойдите И спросите Почему он так сделал А тогда А как должно происходить Это Нормально Ну я говорю Вот Айгер уже рассказал Что там стекло отдельно Три да Три урна Природа дала Я говорю так Природа дала Человеку Две руки Одна рука Это для сортировочного мусора Другая для сортировочного мусора Потому что Всегда говорят Ой у меня там нету места Под этим умывальником Я говорю Не нужно там слишком много места Вот поставь Хотя бы Как минимум Два То есть два бедра То есть два ящика В один кладешь все вместе Стекло Картон Бумагу Пластмассу Это одно А другое Это несортировочный Потом Ну я говорю О многоэтажном доме И потом Когда уже пошел То есть Выбрасывать Выбрасывать Да Выбрасывал Вот этот несортировочный Несортировочный мусор А это уже разобрал Там Смотря Из-за того Какие контейнера У тебя Там поставили Стекло отдельно Пластмассу отдельно Картон отдельно Вот это Можно Нужно разобрать Этот Потому что там же все чисто Только что Пил из бутылки Что там грязное Ничего там грязного нету Ну а если частный дом Тогда уже Ну смотря Какие контейнеры У тебя На дом Я например Живу в частном доме Я сортирую даже биологию То есть Бытовые отходы Да Так называемые Бытовые наоборот Натуральные Какие Ну натуральные Вы имеете в виду Ну да Да То что От еды остается Кожуратом Кожуратом Да это все отдельно Я ложу И стекло у меня есть И пластмасса Картон И металлические Упаковки Это все вместе И тогда еще биология И получается Четыре вида у меня Не сложно Очень быстро научился Еще два Два таких Мне кажется Распространенных Может быть стереотипа По поводу того Что такой образ жизни Вот зеленый Сортировочный И в том числе Вот как мы говорим Магазин Вот это все Бутылки Что он может быть Более затратным Нежели какой-то Ну традиционный Он пока еще традиционный Такой образ жизни Не сортировочный Знаете как С вегетарианством Некоторые говорят Что ты можешь Пойти на то Но тебе придется Больше тратить Староденег Не у меня получается Даже меньше Потому что Я плачу За вывоз Несортировочного Мусора Но я Если я вложил Свой труд И сделал Сортировку И уменьшил Этот вывоз Мусора На 20-30-40% За сортировочный Я не плачу Это уже Получаю зарплату За свою работу За то Что сортировал Не получается Получается Выгодно Даже по денежкам Если смотреть Зеленый образ жизни Еще для радиослушателей Может быть ответить На вопрос Зеленый образ жизни Он является в большей степени Символическим То есть опять же Таким пропагандистским И все таки Не имеет Если так честно Прямого влияния На окружающую среду Потому что Есть промышленность Крупная Которая Мы должны с ним считаться Она Слишком большие деньги На этом завязаны И никто там Пока еще так сильно Не двигается Или есть прямое влияние И это видно По каким-то Конкретным Статистическим показателям Да ну конечно Есть заводы Но смотрите На планете живут Сколько Семь миллиардов И если каждый Сделает Хоть чуть-чуть Тогда Эта работа Ну все вместе будет Так же Это образ жизни Как образ мышления Если я буду Хочу жить Здоровье Чтобы было хорошее Или я буду бегать Или я буду плавать И так что Если я хочу Чтобы эта планета Была зеленая Ну буду сортировать Ну это Здесь нужно решить В голове И потом уже Возможности Возможности Вокруг есть Всякие А в прошлом году Анонсировалось Если я не ошибаюсь Что в Латвии Может быть открыть Первый магазин Без упаковки Где все вот На развес будет Случилось это или нет Это будет еще Больше Больше Франции Я знаю За три года Последние три года Уже есть Пятьсот таких магазинов Где ты можешь Пойти купить Без упаковки Это как чума Это пойдет В хорошем Конечно Но пока нет Не открылся еще Есть Три магазина есть Три магазина есть Но это только Тоже вопрос времени Вопрос времени Вы тоже принимали участие Или это Это просто идеологически Скажем так Это уже частые Частные Наверное люди Предприниматели С зеленым мышлением Которые увидели Что там есть будущее Я думаю Что через пять лет Если у меня спросите Наверное будет В Виге 20 Но одновременно Вот с этим Вы часто тоже говорите Что если Есть какое-то пространство Вот в Виге Допустим Где можно построить Стоянку и супермаркет Там будет стоянка и супермаркет А не какие-то зеленые дела Ну Пока да Но я думаю Что это поменяется Потому что Видите Есть супермаркет Который закрывается Но там Видимо ничего делать Часто журналисты Обращают внимание Вот сравнивая С Литвой и Эстонией Особенно с Эстонией Что есть такие Очень серьезные Отличия В плане Зеленого образа жизни И сортировки Хотя казалось бы Тут там 200 километров разницы Ну Очень актуальная тема Последние годы Это Система депозита Тары И все что касается Вот этого вот Почему это никак То есть уже Ну 2019 год на дворе Мы не можем к этому прийти Хотя в Эстонии Это уже Не знаю сколько лет Сначала нужно Решить что Нужно делать вещи Если Есть смысл Не только потому что У соседа Если у соседа Например Не знаю Ну Сгорел дом Это уже очевидная вещь Потому что Если посмотрим Сколько в Евросоюзе 28 стран Да Только в 11 странах Есть эта депозитная система Последние 10 лет Ни одна страна Не ввела депозитную систему Которая была бы Основана И на Финансовую выгоду Потому что Вы призвали Литву Ну тогда посмотрите Финансовые Эти цифры 4,2 По-моему 4,2 Миллиона Убытки Только за 2 года В Литве Нам нужно Убытки Вы имеете в виду Это депозитная система Она не покрывает Потому что Она очень дорогая Потому что Через депозитную систему Такая Какая она есть Собирается только 2% То что Сейчас Нужно смотреть Как это Можно расширить Несмотря Только Вот на одну бутылку На одну металлическую У нас же есть Еще сотни проблем И покрышки есть И окурки есть И все есть Нужно смотреть Как это Сделать побольше Эту депозитную систему Если мы говорим Депозитная система Если решим Что это Этот самый лучший вид Как собрать И переработать Побольше мусора Это Это вчерашнее решение Напоследок Буквально Мало времени остается Такой политический вопрос Хотел бы вам обоим задать Ну вот Айгору например Вы сами комментировали Как вы вообще оцениваете Вот Политику и государство В отношении спорта Например Потому что тоже Не секрет Очень много Поднимается тем С системам пожертвований Пересмотра Вот этой вот Налоговой истории Прочее Даже была компания Недавно Я поддерживаю спорт Как вам кажется В этом отношении Нормально ли у нас все вообще Мне самому трудно Судить насчет Вообще Большого объема То есть пожертвований Да Так можно сказать Потому что Мы Мы Как организация Всегда участвовали Мы не были Например С этим специальным статусом То есть Мы не получали Никаких Налоговых Отлайд Но вы все равно В этой индустрии Как бы Да Мы всегда Были Так что Я Я персонально Ничего такого Не почувствовал Я думаю Что то Что отменили Этих Это 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 Только Позволит Отрасли Как Ну Порядок Навести То есть Потому что Потому что Многие Из этих Пожертвований Были На счет Того Что Что Политически Связаны Например Да То есть Где не было Никаких Таких Реальных Отношений Спонсор И спорт Да То есть Что я получу Обратно Из своего Например Например В моем случае Мы всегда работали Да То есть Мы всегда работали Спонсорами Например Предлагаем Что-то Реальное Да А вообще Да Сейчас Ну то есть Общий объем денег Который Идет В спорт Он уменьшился Не только Ну то есть Объем спонсорства В общем-то Уменьшился Да Вынуждены Вас прервать Хотел бы еще И Каспару задать Этот же вопрос Минута буквально у нас есть Вот тоже Европейский союз Активно Эту зеленую Политику Продвигает Вот мы отказываемся Насколько я понимаю От пластиковых Недавно было Одноразовых Да Одноразовых Тоже Как вы оцените Все это Идет Достаточно Быстро Стремительно В правильную Я скажу так Мы настолько Заросли В своем мусоре Что Это последнее время Что Момент Что нужно Что-то делать То есть Не что-то А собирать И Перерабатывать На вещи То что идет В сторону Это Что значит Зеленое мышление Это значит Что То что произвели Это можно Собрать обратно И переработать И пустить По второму кругу Спасибо большое Глава Рижского марафона Тед Айгар Нордс И директор проекта Предприятия Каспар Закулис Всего доброго И до свидания Спасибо До свидания